Друзья, всем привет! На связи InvestUpScale, с вами Ярослав Николенко и Андрей Петрик. Привет! Привет, Андрей! Сегодня мы будем говорить про проект CrowdViz. Мы будем участвовать в ICO проекта. Вот даже прямо сейчас в эфире мы немножко отправим эфира. В эфире эфира, да. Да, да, отправим на этот проект. Он в числе приоритетных на этой неделе. Вот, и немножко расскажем про сам проект. Он нам понравился, поэтому сегодня мы о нем поговорим. Итак, что такое CrowdViz? Собственно, ну, по названию, я думаю, можно немножко понимать, да. Crowd – это толпа, Viz – под слово wisdom, мудрость. То есть проект, который собирается создать некую экосистему для инвесторов и предпринимателей, где будут децентрализованную систему, в которой будут приниматься решения по инвестированию в зависимости от голосования толпы, да, участников проекта. То есть окончательные решения принимаются непосредственно не от какого-то индивидуального мнения крутого классного инвестора или трейдера, да, а непосредственно от, в зависимости от того, где больше проголосует толпа, в том направлении будет двигаться рынок инвестиций на данном проекте. Вот так. Значит, вот сейчас, как мы видим, уже проходит пресейл. Сбор на пресейле уже собрано почти 4 миллиона долларов. Проект планирует собрать в целом от 5, скажем так, софткап у них от 5 миллионов долларов до 20 миллионов долларов. То есть 20 миллионов долларов – это такой хардкэп для данного проекта. И, в принципе, это хорошая такая цена, при том, что один токен будет равняться одному доллару. Сейчас можно токены получить по скидке. Вот мы сегодня отправим один эфир. В принципе, уже все готово. Я вот чуть позже покажу. Мы один эфир отправим в этот проект. И небольшую скидку получим 20%. То есть 300 долларов, 360 токенов, WIS токенов мы получим. Так, Андрей, у нас там, в принципе, все по маркетингу. Нам нравится у этого проекта, да? Да, отличный маркетинг. Да, я думаю, что… Успешный. Уже видно, что второй день при ICO идет и уже отлично. Да, это явно показатель. Два дня ICO, значит, будет еще при ICO. И еще два дня остается. Ну, почти три дня, получается. Так еще будет при ICO длиться. Сам краудсейл, основное ICO, когда у нас? С 18-го, да? Да, с 18-го и до конца месяца. Так что еще есть время. В принципе, можно присматриваться и дальше, если сомневаетесь. Но мы уже решили принимать участие. Чем раньше вход в такие проекты, тем продуктивнее получается. Да, да, ну, мы, скажем так, решили с этим проектом не ждать, потому что в этом проекте мы уверены, как и в нескольких других, которые на эту неделю отобрали. Возможно, мы еще будем обзоры снимать. Значит… Ну, опять же, на всякий случай самостоятельно принимайте решение, как бы наши рекомендации… Да, это не рекомендации торговые, это у нас просто образовательное, да, видео. Все правильно ты говоришь, да, тут нужно на свой страх и риск действовать. Значит, как вообще работает платформа, что собой представляет? Значит, есть некая WIS Fund платформа, да, на ней будут происходить все голосования. Будут запущены вот WIS Bob, это сверхсекретная система голосования, да, по которой будет приниматься решение, куда будут инвестировать участники, собственно, платформы, в какую монету или в какой проект. Будет запущен также WIS Exchange, это биржа, на которой будут проходить торги монет. WIS Fund, собственно, это фонд, на котором можно будет выпускать еще другие какие-то проекты, да, то есть каждый участник краудвиза сможет запустить какой-то свой проект и привлечь туда инвестиции, которые будут называться, собирать IFO, так сказать, Initial Fund Offering, да, то есть тоже будут приниматься посредством голосования. Да, Андрей? Да, ну, они создают свой фонд, и там, в принципе, как не похоже это на систему Ethereum, потому что они тоже там, в принципе, могут создавать свои же токены на базе токенов WIS. Да, 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 но здесь очень круто в том плане, что система закрытая, и выходит так, что что такое эфир? Эфир дает возможность, вот, проводить проект, например, краудвизу, да, но краудвиз, когда будет проводить внутренние какие-то свои IFO, так называемые, да, то в случае, если проект не собирает желаемое количество средств, то все токены возвращаются держателям, то есть не будет кидалово какого-то, да, откровенного, поэтому здесь все будет. А если собирают, то уже все инвесторы получают новые токены, которые собираются под новый проект. Да, 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 и могут получать от этого дополнительные какие-то доходы, вот. Так, что еще нужно сказать? Визстор будет классная штука для разработчиков, которые могут предлагать любые какие-то настройки, любые какие-то улучшения кода по аналитике, по развитию платформы и так далее. Это тоже классная штука, платформа, которая будет работать. Вот, так что это вот в принципе, как будет, какие будут сервисы, как они будут работать. Ну, вот как я говорил, что такое Визфан, то есть будет приниматься непосредственно голосованием, посредством голосования то, куда двинется рынок. И это довольно классно, потому что вот еще на нашем обучении, я рассказывал, кто в Академии проходил обучение, что на рынке криптовалют не стоит думать как-то уникально или исключительно, вот как-то следовать логике. Потому что, если вы следуете логике и действуете исключительно, то просто толпа вас не поддерживает и вы проигрываете в эти моменты. Вот почему, собственно, я думаю, и запускают такой проект. То есть это прикольно, если туда идет толпа, то, собственно, там будут деньги, там будут пампиться какие-то монеты и там можно будет заработать. Ну, во всяком случае, мы так считаем и попробуем здесь тоже участвовать. Так, значит, что тут нужно сказать еще. Уже в первом портале 2018 года по roadmap будет первая бета-версия рабочая платформа. Но, значит, на бирже, на бирже ребята будут листить краудвиз токены уже после проведения, после закрытия ICO. То есть буквально с 1 ноября должны быть уже на каких-то биржах. Ну, может там пусть не в первый день, но в принципе договариваются с топовыми биржами. То есть при желании можно будет сделать свои ICO и продать токены. Ну, во всяком случае, у меня... Думаю, у меня почему-то кажется, что токен, скорее всего, в первые дни после выхода будет очень много давать дохода. Потом, скорее всего, будет хороший откат. Но так как проект перспективный, если они будут действительно идти по roadmap, то токен в будущем потенциаля очень перспективный и будет расти в цене с развитием самоподобного. Да, да, да. Да, я согласен. Ну, в любом случае, мне кажется, что я буду в первое время придерживаться такой тактики, чтобы слить и потом, возможно, перезайти. Так, значит, что еще по распределению немножко, да, монет. В общем, тут более-менее адекватное тоже распределение токенов планируется. 15% будет команде собранных средств. 10% будет зарезервировано, скажем так, несгораемые будут на развитие 10%. И 60% это на токен сейл, собственно, вот с первых чисел, как на биржах появятся в ноябре, так и будут продаваться токены в свободной торговле. Что еще важно, я, кажется, сказал, да, что один токен, я не говорил, один вис токен, это один доллар США, да, вот сейчас по курсу. Если планируют выпустить порядка 40 миллионов токенов, но все токены, которые не будут распроданы, они просто сгорят. Поэтому владельцы токенов ничего не теряют, а наоборот, как бы, я думаю, когда появится ажиотаж на бирже, вот это вот все дело закупить, то у держателей токенов, наоборот, будет возможность хорошо, успешно продать. Значит, у нас сейчас первый день закончился, 15% бонус, да, должен быть 10%, но на самом деле сейчас платформа дает 20%. Давайте вот я уже, мы тут почти досмотрели все, я сейчас просто тогда быстренько покажу, как мы это дело отправляли. То есть тут нужно пройти регистрацию на платформе, да, залогиниться, сохранить данные. Там все очень быстро, да, очень быстро. Заходит очень просто, то есть не так, как сейчас вот в некоторых платформах немного все усложняет, тут все просто, как бы указываете кошелек MyEtherWallet, ну, или как вы будете отправлять, да, в основном эфиром, это удобно. Вот я отправляю в данном случае 1 эфир, получаю 60 бонусов. Скопировал адрес кошелька платформы, указал им свой кошелек, куда мне потом начислять токены. И вот, в принципе, сейчас я нажимаю сформировать транзакцию. Все, готовая транзакция, вот, подписанная транзакция, отправить. Вот так, то есть можно будет потом проверить даже, в принципе, статус транзакции, всю информацию в архиве. Так что, ну, вот здесь все, по этому проекту мы такими небольшими средствами, но поучаствуем просто потому, что интересно. Ну, вот, команда довольно неплохая у проекта, адвайзеры тоже присутствуют, скажем так. Много о них рассказывать не будем, но в целом команда неплохая. То есть, я думаю, ребята профессионалы своего дела. Андрей, немножко расскажем про баунти еще есть у проекта. Да, да, конечно. Сейчас можно на мой экран переключиться в двух словах о баунти, возможностях заработать без вложений на этом проекте. Анонсирована баунти была 25 сентября, и дата завершения не указана. Нужно будет следить за обновлением ветки на Bitcoin Token. Ссылку мы обязательно оставим в описании к видео. И указано, что через две недели после завершения ICO будет роздано все токены, которые можно заработать в течение баунти-компании. То есть, в принципе, у кого нет возможности, либо кто сомневается, но хотел бы поучаствовать без инвестиций, денежных средств личных, можно подключиться к баунти-компании. К Twitter, к Facebook, самое простое, что из всех доступных вариантов. Я думаю, что баунти, скорее всего, будет длиться до конца ICO, то есть до конца месяца можно будет участвовать. И в несколько недель можно еще будет заработать несколько десятков токенов просто за то, что вы продвигаете этот проект в социальных сетях. Думаю, в принципе, сильно углубляться не стоит. Если будет интересно, зайдете, прочтете все по ссылке. Также у нас чаты есть специальные, которые созданы для оповещения вот таких вот подобных баунти-компаний. Можно вступить в Telegram-чат, посмотреть, почитать и быть, в принципе, в курсе всех баунти, которые сейчас тоже мы обращаем на них внимание и участвуем. Хорошо, Андрей, хорошо, тогда на этом спасибо. Я думаю, в принципе, будем с этим проектом заканчивать. Постараемся на этой неделе, возможно, еще какие-то обзоры поделать тех проектов, в которых мы участвуем. Хорошо, тогда все нашим подписчикам, зрителям и особенно академикам. Всем желаем успехов, финансовая свобода, выбирайте правильные проекты, смотрите наши видео и подписывайтесь в нашу группу из чата. Андрей, спасибо тебе, пока. До свидания, пока. Всем пока.